Вы смотрите программу ресурсы, с вами Динара Саду. Здравствуйте. По предварительной оценке ВВП стран G20 увеличился в четвертом квартале 2014 года на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития, передают Интерфакс. По итогам третьего квартала был зафиксирован аналогичный подъем. Так, в октябре-декабре наиболее сильно выросли экономики Индии и Китая, соответственно, на 1,6% и на 1,5%. Заметно ослабли темпы роста ВВП США до 0,5% с 1,2% и Южной Кореи до 0,4% с 0,9%. Менее значительно замедлился подъем в Канаде до 0,6% с 0,8%, на Великобритании до 0,5% с 0,7% и Франции до 0,1% с 0,3%. ВВП Индонезии по итогам каждого квартала 2014 года увеличивался на 1,2%. В то же время в четвертом квартале существенное ускорение экономического роста было отмечено в Германии до 0,7% с 0,1% и ЮАР до 1% с 0,5%. Менее значительно в Австралии до 0,5% с 0,4% и Мексике до 0,7% с 0,5%. Япония вышла из рецессии, экономика страны выросла на 0,4% в октябре-декабре после снижения на 0,7% в предыдущие три месяца. ВВП Италии не изменился после уменьшения на 0,1% в третьем квартале. В целом за 2014 год ВВП государства G20 увеличился на 3,4% после повышения на 3,2% по итогам предшествующего года. Действия Европейского центрального банка, предпринятые в последние месяцы, обязательно приведут к восстановлению инфляции до таргетируемого им уровня. Такое заявление сделал глава ЕЦБ Марио Драги на конференции во Франкфурте. «Мы можем и будем развертывать меры денежно-кредитной политики таким образом, которая может стабилизировать инфляцию и которая стабилизирует ее в соответствии с нашими ожиданиями», — приводит его слова Bloomberg. Целевая инфляция определена ЕЦБ как уровень немного ниже 2% годовых. Темпы роста потребительских цен отклоняются от него с начала 2012 года. Ранее главный европейский банк сделал прогноз, согласно которому инфляция в этом году будет нулевой. В 2016 году — 1,5%, в 2017 году — 1,8%. Драги добавил, что меры денежно-кредитной политики определенно оказывают поддержку восстановлению. Центральные банки различных стран либо кооперируются, либо соревнуются. Точно сказать сложно. Но сегодня список регуляторов, которые в этом году пошли на смягчение денежно-кредитной политики, пополнился еще одним. Сюрприз преподнес Центральный банк Таиланда. Он стал 2023 в этом году. Причем только в шести случаях из предыдущих 22 экономисты ожидали снижения ставок. В остальном решения были приняты внезапно. Об этом пишут вести финанс. Центральный банк Таиланда снизил ставку до 1,75%. Аналитики считают, что решение было продиктовано ситуацией в экономике, где дела, судя по всему, идут хуже, чем ожидалось. Снижение ставки определенно приведет к ослаблению местной валюты БАТа. Кроме того, ожидается ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Будут оказывать дополнительное давление. В прошлом году экономика Таиланда показала самые слабые темпы роста за последние три года. И сейчас она восстанавливается крайне медленно. ЦБ 20 марта понизит прогноз по темпам роста ВВП. Об этом заявил заместитель главы регулятора. В Центральном банке считают, что снижение ставки не окажет длительного эффекта. Однако поможет экономике в то время, когда других драйверов для роста нет. Кстати, решение тайского ЦБ во многом связано с экономической ситуацией в Китае, крупнейшим экономическом партнере Таиланда. В прошлом году экономика Поднебесной показала минимальные темпы роста с 1990 года. И решение ЦБ Таиланда было озвучено спустя всего несколько часов после выхода статистики по Китаю, которая подтвердила дальнейшее замедление. И на этом у меня все. Я напомню, все наши выпуски доступны на сайте 24КИЗ и в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова